так всем привет с вами саня и мастерская сами с ключами тут на видео которое вот здесь вот можно посмотреть у людей начали возникать вопросы о том как подключить предпусковой подогреватель повторяю у меня подключен предпусковой подогреватель с верхнего патрубка с верхней шланги взят тройник опущен вниз это у меня подача точнее это холод забор холодной воды опущен вниз в предпусковой подогреватель и уже выход шланг поднимается и подключен к сливной пробки на блоке двигателя то есть горячая вода поступает напрямую из верхнего патрубка нагревается напрямую поступает в предпусковой подогреватель нагревается там и горячая вода поступает напрямую блок двигателя то есть вся все сто процентов тепла ну допустим еще процентов там 10 уходит на нагрев шланги допустим до 90 процентов тепла у меня поступает напрямую в двигатель и это позволяет ему быстрее нагреваться у людей стал возникать вопрос почему бы не подключить питание само холодную воду к нижнему патрубку радиатора сразу отвечая на этот вопрос можно подключить и к нижнему патрубку здесь разницы нет к верхнему или к нижнему но смотрите в чем прикол вот здесь место есть здесь его можно свободно поставить здесь очень много места куда его можно засунуть и он не будет мешаться нижний патрубок находится вон там с левой стороны а там генератор стартер коллектора карбюратор аккумулятор все находится с левой стороны с правой стороны пусто то есть подключение туда возникает очень простая проблема где его там разместить здесь места много там места нет хотите установить там на здоровье кроме того подключение если вы подключите забор холодной воды с нижней шланги оттуда сразу предупреждаю вот этот вот подача горячей воды шланг он не должен перегибаться если вы его перегнете еще должен быть прямой вот допустим или легкий угол допустим то есть вот так вот он не должен быть сделайте так шланг он вас не будет греть то есть шланг должен быть довольно таки прямой ну или то с таким небольшим уклоном если вы поставили его туда то до пробки и слива тасола из радиатора вам придется изогнуть шланг в несколько раз чтоб сюда его воткнуть так еще возник вопрос почему бы не подключить к печке тоже в принципе на здоровье можно подключить к печке но еще раз я говорю во первых у самого радиатора ой у радиатора предпускового подогревателя это лишнее сопротивление тасолу в печке поставите лишнее сопротивление у вас будет тупо на меньше греть на ходу то есть будет он он нагревать двигатель слабее потому что вы дополнительно подключаете печку то есть у вас не вся горячая вода уходит сюда а где-то пополам даже наверное больше большая часть будет уходить на печку потому что вы к ней подцепились то есть большая часть будет на печку там остывать и более холодная поступать в блок двигателя то есть просто вы уменьшаете нагрев время нагрева увеличиваете уменьшаете сам нагрев двигателя самого блока двигателя но это в принципе как хотите можете подключать туда но я бы вам советовал подключать все таки правильно браться с верхнего патрубка и подключаться к блоку двигателя это все все что я хотел показать я показал все что хотел рассказать рассказал всем пока удачи